Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Сейчас прохожу 12-шаговую программу ВДА. Хочу к прохождению программы добавить терапию к психологам. Подскажите ли, важно ли, чтобы психолог знал материалы этой программы, мог идти в одном направлении, как и методы подходы, наиболее мягкие подходы для человека, который в детстве подвергался критике и унижению. Ну, отвечая на второй вопрос, я бы сказал, что не директивные подходы. То есть, наверное, совершенно точно вам не пройдет психоанализ и когнитивно-поведенческая терапия, на мой взгляд, потому что она предполагает некоторые такие все-таки директивные аспекты. Вот, и, соответственно, вас это, ну, вероятно, может как-то вот в этом смысле подавлять. Вот, да, тут, тут есть, конечно, нюансы определенные и, вот, возможно, да, что-то из этого вам, может быть, и могло бы подойти, но, если вы говорите про мягкий подход, да, то мягкий подход это вот, значит, гесталт-подход, вот, в первую очередь, и гуманистическая, 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 гуманистический подход Карла Роджица, вот. То есть, вот, это те два подхода, которые вам, на мой взгляд, могли бы, ну, помочь. Вот, те, те подходы, которые могли бы вам, ну, оказать на вас, вот, на вас довольно-таки хорошие, как мне кажется, влияние, если мы говорим, если мы говорим именно о недирективных моментах, вот. Дальше. Должен ли психолог знать программу ВДА, чтобы идти в одном направлении, вот. На мой взгляд, нет, не должен. На мой взгляд, не должен, вот, потому что, ну, психологу это необязательно. Вот, на программу, ну, на этой программе занимаются, значит, вот, своим, да, то есть, ну, делаю свое, специалисты этой программы, вот, а, соответственно, психологи, психологи делают свое, вот. И, на мой взгляд, это, вот, более, чем нормально и более, чем, более, чем адекватно, вот. Ну, опять же, вот, это, по моему мнению, это мое мнение такое, вот, в данной, ну, в данной ситуации, скажем так, вот. Вот, поэтому, смотрите сами, вот. Дальше. Хочется обратить ваше внимание, пожалуй, еще на следующий, на следующий аспект. Вы говорите о том, значит, какой подход подойдет, ну, наиболее, наиболее мягкий, вот. И мне хочется вас спросить. А, скажите, скажите, пожалуйста, как вы приходите к этой идее, идее выбора наиболее мягкого подхода? Дело не в том, дело не в том, на всякий случай, вот, предупрежу, да, что, дело совсем не в том, что, например, я не считаю, что вам не нужен мягкий подход. Вот, нет, дело совсем не в этом, а дело именно в том, что, что мне интересно, именно то, как вы к этому пришли, как вы к этому пришли, вот. Это мне очень интересно, мне кажется, это важно, вот, то есть у вас, вероятно, может быть, был какой-то негативный опыт, возможно, вот, возможно у вас был негативный опыт работы с психологом. Вот, что вы хотели бы себя как-то вот, ну, обезопасить, что ли, получается, в этом случае, в этом смысле, в этом смысле, вот. Не знаю, тут нужно смотреть, вот, но если это так, то, вот, опять же, если у вас негативный опыт, знаешь, все же был, вот, если у вас негативный опыт присутствовал, вот, в том, в том, ну, вот, в том, да, как вы взаимодействовали, например, с психологом, да, то этот опыт тоже требуется несколько помочь вам, на мой взгляд, на мой взгляд, скорректировать, чтобы он не влиял на вас, вот, так, негативно, может быть, как он влияет сейчас. Вот, в целом, конечно же, вы, ну, большая молодец, что обратились за помощью. Вот, в целом, вы большая молодец, что хотите подключить, как вы говорите, еще и психотерапевты, вот, к решению своей проблемы. Я думаю, что эффект от этого не заставит себя долго ждать, вот, то есть ваши, ну, скажем так, ваши усилия, да, вот, будут в любом случае иметь результаты, вот, на мой взгляд, по крайней мере, это будет так, вот. Какая-то такая история, вот, какой-то, какой-то такой момент, вот, такой ответ я хотел бы вам дать, хотел бы вам предложить, вот, вот, надеюсь, что вам это было интересно и полезно, вот, буду вам благодарен, благодарен за обратную связь по моему ответу, что это позволит вам начать над собой работу, вот, желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...